Здравствуйте, мальчики и девочки, студенты и студентки! Выполнялка 158, электрические цепи решения задач. Иногда я беру эти задачи с очень известного сайта, который называется «Знание КОМ», где ребята со всего мира задают вопросы. Ну, а я иногда отвечаю. Итак, давайте посмотрим, что это за задача. А задача такая. К электрической схеме изображённой рисунки приложено напряжение 10 Вольт, сопротивление всех резисторов одинаковое и равное 10 Ом. Какая мощность выделяется на шестом резисторе? Ответ выразите в ваттах и округлите до сотых. Ну что ж, давайте будем выражать в ваттах и округлять. Но прежде всего, эту схему нужно нарисовать, что я сейчас с большим удовольствием и сделаю. Ну вот, схема нарисована. А теперь давайте с вами посмотрим, что нужно делать. Ну, прежде всего, не нужно бросаться и сразу эту задачку, как говорится, решать в том плане, что вот, нужно думать, что такое мощность. Вот когда вы видите такие вот задачи, что я предлагаю сделать? Хотите вы или не хотите? Всегда будет вопрос, а чему равняется общее, так сказать, сопротивление? Найти общее сопротивление. Ну, давайте с вами найдём, что мы видим. Значит, вот эти вот блоки, как бы, раз, два, три, да? Они друг с другом соединены последовательно. Поэтому сейчас наша задача найти, чему равняется сопротивление вот этого третьего блока и второго блока, а потом взять всё это и соединить, потому что мы знаем, что общее сопротивление резисторов, вот я обозначаю вот так, RT, total, да? Это первый блок плюс второй блок и плюс третий блок. То есть, это вот это вот сопротивление. Ну, тут всего одно, поэтому понятно, что это будет 10. Здесь вот три сопротивления во втором блоке, а здесь два сопротивления во втором блоке. Ну, вот. Давайте начнём со второго блока. Вот это вот у нас будет второй блок. Это второй, это у нас первый, как бы, это у нас третий. Вот. Так что получается? Второй и третий резистор соединены последовательно. Значит, их общее сопротивление второго и третьего двадцать Ом, а с четвёртым они соединены параллельно. Значит, единица на R второго блока, это вот общее сопротивление, это у нас единица на R2,3 и плюс единица на R4. Что получается? Одна двадцатая плюс одна десятая. Вот. Тут есть два варианта. Ну, допустим, одна двадцатая плюс две двадцатых. Две двадцатых и одна десятая – это одно и то же. Получаем три двадцатых. Ну, и отсюда будет следовать, что сопротивление второго блока – это двадцать третьих, или шесть шестьдесят семь Ом. Теперь, пятое и шестое сопротивления тоже соединены друг с другом параллельно. То есть, одна десятая плюс одна десятая – две десятых. И тогда общее сопротивление третьего блока будет равняться пять Ом. Ещё раз. Одна десятая плюс одна десятая. Получается две десятых. Да? Десять на два – получается пять. Я надеюсь, вы поняли, о чём ведётся здесь разговор. И тогда вообще у нас общее сопротивление. Или R тоталь. Ну, давайте R тоталь, раз я уже так начал. Это у нас будет десять Ом. Десять Ом. Плюс шесть шесть шестьдесят семь Ом. И плюс пять Ом. И мы получаем двадцать одну целую и шестьдесят семь сотых Ом. Это общее сопротивление. Теперь смотрим дальше. Раз мы общее сопротивление нашли и напряжение дано нам 10 В, значит, мы можем посмотреть, чему будет равняться ток, который будет течь. Значит, ток – это у нас общее напряжение поделить на общее сопротивление, то есть 10 нужно поделить на двадцать одну целую шестьдесят семь сотых Вольт. Здесь Ом. И мы получаем с вами… Вот берём калькулятор и считаем 10. Делим на двадцать один шестьдесят семь. Получаем 0,46. 0,46 Ампер я получил. Вот. Теперь что происходит у нас дальше. Нам нужно найти мощность на шестом резисторе. Мощность… Ну, давайте я обозначу буквой П. Мощность. Мощность. Мощность можно посчитать по-разному. Либо это сила тока умножить на напряжение, сила тока, которая, естественно, будет течь через шестое сопротивление. Либо можно сделать вот таким вот образом силу тока, который будет течь в данной ситуации через шестое сопротивление умножить на его сопротивление. Либо это напряжение на шестом резисторе поделить на сопротивление. Либо так, либо этак, либо этак, либо так. Как угодно. Можно и так, и этак, и этак. Ну, для того, чтобы мы с вами были уверены на сто процентов, я хочу посмотреть, что вот эти все три варианта будут абсолютно равноправны. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас будет. Значит, напряжение вот между двумя точками, вот это вот напряжение на третьем блоке, вот на третьем участке, вот, его найти очень просто. Для этого нужно просто-напросто силу тока, а сила тока общая, да, 0,46 умножить на сопротивление. Что у нас получается? На сопротивление вот пятого и шестого резистора вместе взятых 0,46 А мы должны умножить на 5 Ом и получить 2,3 В. Значит, и на шестом напряжении, и на шестом сопротивлении, и на пятом сопротивлении будет 2,3 В. А теперь, если я хочу найти мощность, вот давайте с вами посмотрим. Вот эти вот два абсолютно одинаковых резистора. То есть, ток, который втекает сюда, он у нас, ну, раздвояется, да? Вот, раздвояется, так сказать. Сейчас, секундочку. Вот так вот. То есть, и через пятый, и через шестой резистор или сопротивление будет течь абсолютно одинаковый ток по 0,23 А. То есть, 0,23 А. Если я сейчас умножу на 2,3 В, я должен получить какую-то мощность. Ну, давайте посмотрим. 0,23 умножить на 2,3 и получаем 0,529 В. Получаем 0,529 В. Вот. Ватт. Получил. Давайте посмотрим, что здесь будет происходить. Это у нас 0,23 в квадрате. И умножим на 10. Что получается? 0,23 в квадрате. Если мы умножим на 10, ой, опять получается 0,529 В. И теперь давайте посмотрим, а будет ли у нас по третьему выражению мощность на шестом резисторе, напряжение на шестом резисторе. Мы с вами нашли. Это 2,3 в квадрате. Да? Вот. 2,3 в квадрате. И мы должны это сейчас поделить на сопротивление на 10. Ну, я уже вижу, что одно и то же получается. Давайте проверим ещё раз. 2,3 в квадрате поделим на 10. И мы опять получаем 0,529 В. То есть, как крути, как не верти. И первым, и вторым, и третьим способом мы пришли к выводу, что у нас всё равно получается 0,529 В. Ну, в задачке ещё спрашивалось округлить до сотых. Ну, тогда, если мы округлим до сотых, мы получаем 0,53 В. Вот такая вот мощность на шестом сопротивлении. И вот такая вот интересная задача. Ну, а мне остаётся только дополнить, что вы учите физику на самом суперском канале, который называется «Физика – это просто». Канал, на котором достаточно простые и сложные задачи вдруг становятся понятными, доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, «Физика – это просто». Сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Ну, и, конечно, лайк не забудьте поставить. Всё. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...